друзья всем привет вот такими саморезами от 70 с усиленным буром усиленный бур крутим весь брус в трубы и в уголки ну то есть вот так он проходит допустим ферма и брус проходит и прикручивается в трубу также можно их крутить швеллер куда хочешь особенно усилия надо приложить вот такими саморезами то спрашивал якими саморезами и также мы сейчас покажем як мы накручиваем брус мы уже заканчиваем стены вот бачите это же все верхняя верхний брус уже сделаны а трубы мы там трошки еще оставим трубы и вышак весь подрезаем короче так заранее готовым брус он дядя саня уже напылял брус осень по размеру то есть на цей прольот дядя саня на готовы на цей прольот и маленький на той прольот и сейчас будем крутить пока дядя саня готовы брус мы занимались паросятами вы сейчас будете дивиться ролик про паросят мы позабрали всех жевжиков у эвки также друзья перед просмотром ролика прошу обратить внимание на те что я сейчас скажу все свиноводы все як бы кто занимается свиноводством все знают богера сергея стрелецкого это наш украинский богер сергея стрелецкий так вот и вен сам из херсонской области война идеи там у них полна катастрофа он переезжал сюда и сейчас он купил переезжал купили в они домик и начинает все сначала умань да и умань 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 забыл ну короче черкасского область умань да и вот людина все начинает сначала то есть все что он там дбал все что он робил все что организовывал трудился все воно пішло на смарку и сейчас человек все начинает заново то есть их не семья дай бог им здоровья все начинает заново поэтому я вас просил моих зрителей якими не делятся помог ты ему помог ты финансово кто как можно нас багато поэтому не надо там здоровые суммы кто сколько может переправляем на карту я уже все зробил и также я ему там а еще отправил от себя и инструмент по площадке мы вчера отправили и я ему казалось что я скажу на своем канале за тебя я сделаю ссылку на его канал под моим видео и в коментариях закреплю его женке карточку приватбанка поэтому кто там что может чем может надо человеку помогти и мы свиноводы як бы должны друг друга поддержать в таких случаях багато таких людей понятно всех не обережь ну знаете как этого человека я знаю и я с него брав свое время и всю информацию черпал брав з него пример и все по его каналу начинал свое свиноводство и вименей можно сказать его канал подбив меня открыть канал а то я поехал тоди купил 4 поросят меня был полный гараж отруби и начал заводить и свиноводство так заниматься закрутились завертилось уже четверти год пішов и короче спасибо ему за информацию то есть все что мне надо было как я начинал я все черпал у него поэтому друзья кто сколько может вас просил надо помогти человеку не скупиться карта в описании идите навстречу отпускайте хлеб свій поводом и по прошествии багатьох днів винда вас вернется я вам гарантирую сейте добро и также будете пожинать добро а кто сие зло ненависть и негатив то его и буду пожинать всему свое время дивимся ролик идем ся як я прикручую брус бо мы уже так докрутил думаю я вам не показал як мы крутим александр анатольевич пусть им мы изначально поварили депо варили депо варили деприкрутили а потом обварим уголки демна встреч не оце в нас цей брус засай на каждый пролет свой брус да пусть берем допустим якими часы кинемся а так вот я даю туда а так вот и кладем его на свое посадочное место сразу все сами трубы все сами трубы не связаны по верху не где то есть понятно у них есть своеобразно болтушка ну уже как поставим фермы покрутим на фермах обрешетку под профлист также кинем связи по низу фермы все равно свяжется как однее единое строение а пока просто че мы так робим потому что так нам проще набагато мы стены выгоняем от допустим о стенка допустим мы ставим ферму ферма будет ставать верхняя часть наверх трубы а нижняя часть приваривается просто в стык и вот надо мене там за листы подать я раз вот значит а вот я тут а тут ферма ну к примеру мене як если надо десь за листы то есть так намного проще и не мать его болтухания если будут все трубы отдельно и мы начнем монтировать сейчас каждую ферму пока всю всю затею зробим то есть будет уже сложно а так если у нас доступ на каждый край и везде да нам надо своеобразно лестнице поцелось векно а тут 62 сантиметра а тут везде по 40 сантиметров между брусом вот тут 40 ну и брус сюда профлист новой туда кровельных и так само спрашивали як мы достаем туда так само стоит стороны зайшу в лестничку маленькую поставил залез на кришу и бегаешь по крыши обслуживаешь любые допустим торец стойки и все особо тут не надо лесу ну леса у нас двое есть по метр сорок и мы еще нарастим и будем переносить как нам надо будет обваривать посадочные места для фермы сейчас мы догоним цей брус а потом начнем готовить посадочные места для бруса посадочное место будет таки швилирок сейчас я вам даже пример приведу ну вот допустим ферма труба труба от фермы верхняя часть а наверх на нашу стойку мы варим маленький швилирок и в цей швилирок будет седать верхняя труба фермы а нижняя труба просто в торец и обварим и все атаке посадочное место будет и вот мне надо тут прикрутить упал саморезик надо поднять два штуки в уголок как мы крутим а вот это не хвата да можно задачу а так да а тут их снимая к ним буду вылазить в уголку стенка уголка миллиметров шесть но толстый уголок ну а теперь начинаем вот прижимая дуже внук дерево полностью втягивается шляпка и вдруг и так сам делаем он еще какой-то прикрученный да Сань нагрузка тут конечно надо делать на шуруповер прийшло время и цих будем забирать он уже бигают они уже не вмещаются как она их кормит они уже не вмещаются потому что здоровенькие кто не в курсе это у ней 16 поросят опороз был в 20 или 21 в живых осталось 16 мы из 16 5 крупных забрали в 25 дней а цих еще оставили на 10 10 12 дней и короче сейчас будем цих забрать цеблы сами сами маленькие то есть крупняк мы одобрали эти пять штук были а ты меньше и сейчас их забираем и на этом все вытянуло получается всех 16 час ночью нема все поросят одну сейчас вес узнаем будем пара гоняю перевозить их в сарай для дороживания и узнаем вес каждого поросят важен каждого кинем ради интереса я думаю будет больше девяти килограмм девять десять одиннадцать может даже и двенадцать ну подивимся сейчас який буду вес в отцы ну а ты в нас разница девять днів тоже опороз 20 штук мы забрали отсюда крупных 6 штук а цю мелочь оставил его не пить тянулись уже мелочи особо тут ай немає все таки более-менее поросята единственное что есть тут а меньше и он он там стоит под лампой вон ему на ногу наступила то он таки был как бы в основном лежал ну и есть и пить тягу все то не как вона кормила ну в основном лежал то есть болит мы его прокалывали ну сейчас вроде бы тики-тики начал ходить так трошки даже и бегать ну таки короче оклигу я трошки и одного она тут придавила уже після того как мы забрали 6 штук у одного порося придавила не знаю как получилось но был придавленный не было тут а 9 да а сейчас 8 одно придавило 9 и 6 мы забрали 15 у ней из 20 штук что она или 20 20 или 21 точно не помню и оставалось а 15 живых короче получается по вытягивали свиноматки своих поросят нормально поросята сейчас подиемся как и буду вес так но забираем отцы все 0 0 и ну вот друзья вот получается ихние пять штук из ихний с из этого выводка ось пять штук крупнейшим и оди брали у 25 от их забрали у 24 ну сейчас сравним яки ну хотя цих же тоже не маленький сейчас закидываем их 11 штук 6 туда 5 сюда ну а ты барашкиных потом сюда перекину ну то уже позже я буду перекидывать так поехали свинка скей китайский тринадцать 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 вон выйду что тяжелый вон и тринадцать скей к десять шестьсот десять шестьсот и ты сюда и и и и десять семьсот десять сто десять семьсот так, их уже пять, еще одного нули там десять грамм а, десять грамм сейчас сто грамм, наверное, да слинка девять четыреста все, ты будь там сейчас я одного туда запущу о девять семьсот вот сюда бежи тут будешь сейчас привезем тебе братьев так так, друзья вот, короче, вот такий вес у первой половины сейчас другую половину тут мы сделали сегодня вот так кормушечку им для корма и все и все и так само все пошла-поехала воды понабирали бочки повымывали все Вика повымывала все и там ну, то уже для барашкиных кто клетку оставил ну, едим всякий крупней ну, а ци крупней крупней, да, бачь на корме все лучше ну и получается вес шикарный нормальный приличный вес так, поехали по тех другую партию привезли продолжаем нули нули сейчас кинем тебе бо ему одному скучно давай сколько десять семьсот десять семьсот есть десять семьсот иди сюда иди, 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 иди тихо так, зависай одиннадцать триста одиннадцать триста тусть добр comes колено вот мол до здесь недавно иди никто искать коаф Het Это получается самый маленький, да? Ну а хотя такой хороший, крупный порося. Иди, иди. Так, разобрались. Тут чуть-чуть меньше клетка, тут их будет 5, там чуть больше, там будет 6, будет нормально. Сейчас им корма пописыпаем, все. Ну а следующих будем забирать уже барашкиных 8 штук прямо в эту клетку. Уси 8 кину, и все, у них там разница в 9-10 дней, они там будут чуть меньше. Тим барашками месяц, да, получат 30 дней. Ну да. Чуть позже заберу их, не знаю, буду снимать ролик. Если будут, то тоже положим, а нету, не. Короче, а так и вес. Ось и получается. Вот эти раз, та клетка 2, и вот эта клетка 3, все 16 поросят, свиноматки, эфки, маски. Ну а эти 15 будет теперь 14, потому что одного придавило барашками. Ось и таки у нас опоросы по 20 штук. Кого придавило, то есть получается, кто дійшов, и ось поставалися поросята, ну я скажу, непогані. И вес непоганый, и самі поросята. Без чахнотів, без доходя, хорошие крупные поросята. А эти поросята будут рости трошки-трошки лучше, чем мои канторы и трехпородный гибрид. Это мои наблюдения, поэтому и так же предыдущий ролик я выкидывал, показывал юбилей, моим было 5 месяцев, а другим кантором 4 месяца и 10 дней. И пошла жара. Химия и так дальше. А свиноводы пишут мне и на вайбер, и так, что типа чим ты их кормишь. Ну тут никакого секрета нема. Чи ты там волшебник, чи ты этот. Вы ж вспомните, как мы видели поросята, тех, что мы забрали, тех, что сейчас на щелях, что им 5 месяцев, а другим 4 и 10 дней. Вы вспомните, я их забирал, вес был 10, 11, 12, 13, даже было 1,14. Десять там мало, в основном 11, 12, 13. Это мы при отъеме в 35 дней. Вспомните, как я их важил у 60 дней, вес был, по-моему, 30, 37 или 36. То есть вес был у 60 дней вот вам и все. Я вам сказал, что у этих будет результат очень хороший, вот этих, чтобы у меня на щелях. Вот оно так и есть, тут никакого секрета нема. А люди думают, так, дай мне свой рацион корма, как ты делаешь. И я сейчас буду кормить, и свиньи у меня так и сами будут. Такого не будет. Это надо самого, ось, сатьема. Что я так делаю? Ты их забрал, крупных. Ты их до этого оставил, они подтянулись. И так заботился, панькаюся с детства, то есть малого возраста. Вот им, сколько там, 38 днём, 39. Ось, и с малого я уже с ними панькаюсь. Конечно, у них будет результат у 60 дней колоссальный. И у них будет в 5 месяцев лучше, чем у меня на щелях в 5 месяцев. Так воно до цього, я уже бачу, какие они будут, если нормально кормить, придерживаться нормального рациона, и кормить, и будет, конечно, результат хороший. А если порося чаморочны с детства, не стартануты, ни где ничего, боли по носу и так дальше, конечно, дела потом и дальше не будет. Поэтому не думайте, вот пока ж порося, то это им 5 месяцев. Дай рацион корма, он вас не спасет, совершенно не спасет и ничего вам не даст. Вам это ни холодно, ни тепло не будет с рационом, вообще оно ничего не поменяет. У вас, как были они там, я не знаю, так и будет. Это надо родиться из самого-самого-самого детства порося, чтобы не было по носу, появился по носу, сразу с этим бороться, чтобы не было ни очочек, ни где ничего. То есть все, как оно бегает, грайливое, конечно, оно нормально здоровое порося, так само тих. В цих вообще по носу не было. Тут один по носу. В оцих при свиноматке были и по носу тоже мы прошли. Были пару дней, по носу были. Прошли все нормально. И так само дальше. Сейчас может у них у когось поштучно или у всех, не дай бог, ну то есть по разу может быть, может начаться по носу. Будем бороться с этим, а так просто оно не росте, надо панкаться с каждым. С каждым индивидуальный подход до каждого порося. Если какая-то одна ночь не болит, то именно на одном заостре внимания будем с ним работать. Будем его прокалывать, дивиться, что с ним и как. Вот так. А так вот там, что пишут, то химия, то еще что-то, это полный бред. Хорошая генетика в породе, хорошая энергия роста, правильное и сбалансированное кормление. Вот вам и результат. Нема тут никаких секретов. Просто что надо над этим работать. Не так, что закрыл сарай, утром насыпал вечером и пешок. Ну и действительно надо в это все вникать и этим этим жить. Вот как я. Я этим живу. Я тут постоянно кручусь или он напротив стройки. И все, я постоянно тут. И сейчас вот градуси у нас 25 градусов открытые двери, бо буржуйка горит. Буржуйку подтапливаем, потому что они маленькие. Если они будут мерзнуть, дела от них не будет. Воно тоже погано ростиме и будут поносить. Если будет холодно в сарае, как они маленькие. Или лампы, ну лампы всем не буду вижать. Мы тут протапливаем каждый день. Тут нормально ночью. Як не топится, тут уже у нас 18-19 градусов. Як топим до 40. Ну понятно, воно топим, тут открываем и все. И вот так короче. И с каждым надо, ну хорошие поросятки, дай бог, и хорошо ростут. Вот так. А мы думали, что что делать, как поросы были по 20 штук. Ось что, ну куча поросят. Две свиноматки, а сколько поросят? А сколько их хоть поросят? А цих 16, а тих 14. Ровно 30. Ровно 30. А 10 штук получается, то придавило, то те, то те, то те. Вот и есть. 30 поросят, а двух свиноматок. Что погано? Нет. А свиноматок сейчас я буду дня три-четыре на минимальных кормах. Корм так же и буду, только в меньшем объеме, чтобы у них перегорало молоко. И может даже буду воду перекрывать на какое-то время, чтобы воду меньше пили и перегорало молоко, чтобы не было ни маститов, ни где ничего. И тогда уже продолжу давать им хороший стартовый корм с свиноматками, чтобы они набирали вес. И так же, чтобы они загуляли, желательно на 5-й, 7-й день, там, чи 10-й. И покрием их. Покрить я хочу их, если все получится, покрить хочу их обоих ландрасов. Это покритие Макстером. Макстер у меня, ой, кажу Макстер, аматор у меня Макстер Петрен. Ну, а так и от него поросята. Петрен Макстер. Ну, он белый был и поросята. Ну, хотя одевок поросята они будут белые. Я думаю, так. Хоть Петреном покри, хоть дырком поросята будут белые. Я перед этим крив их дырком. Уси поросята были точно таки. Оце про что я каже, что порода F1. Не пятен, ни где ничего нет. Короче, вот так, друзья. Петрен Макстер Петрен Макстер